Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Новая серия сериала «Музыка души» с понедельника по пятницу в 19 часов. Не пропустите! Поехали! Мы с женой жили достаточно бедно, поэтому купить себе целый дом никак не могли позволить. Даже на квартиру маленькую нам не хватало. Приходилось долго снимать себе уголок для семьи, поэтому откладывать, конечно, не получалось. Но я не отчаивался и подумывал про ипотеку. Так уж вышло, что мне подвернулось настоящее чудо. Мне оставил дом мой прадед, что даже не был мне родным, но остался совершенно один, а я в детстве часто к нему ездил и помогал. Но дед болел, поэтому половину своего большого дома продал молодой семье. Сделала ремонт в доме так, что там было и по две кухни, и по две ванны, и по одной большой комнате. Только вот стены между ними не было, но жили они в мире. Когда мы туда с женой и двумя дочерьми приехали, та молодая пара уже стала пожилой и, конечно, присутствие подростка и маленького ребенка их не радовало. Мы часто ругались и делили территорию, на ремонт денег не было ни у них, ни у нас. Поэтому сделать в доме стенку мы пока не могли. Да еще и произошло у нас горе, старшая дочь заболела. Денег у нас хватило только на обследование, да еще и жена моя была в декрете. Так что денег на лечение совсем не было. Я приносил столько, что хватало от зарплаты до зарплаты. Узнав диагноз, мы и поняли, что нам нужно ехать в столицу, и там готовы были спасти нашу дочь, а время поджимало. Она все больше и больше болела. Конечно же, денег у нас не было. Страшно было понимать, что даже на дорогу просто нет. Мы стали ставить будки в магазинах, договариваться с волонтерами, просить у родственников. Нам помогали, но этого все равно было недостаточно для того, чтобы хватило денег на операцию. И тогда к нам пришла наша соседка. Несмотря ни на что, ни на какие ссоры, ни на какой шум, или же то, что мы им мешали, а они нам, она принесла нам почти половину того, что было нужно для операции. Я был удивлен, ведь они тоже бедные люди. Та же объяснила, что продала их с мужем обручальные кольца золотые, и это было их решение обоих. Я был в шоке. Вот так бывает, когда люди совершенно не родные, но готовы на жертвы для того, чтобы спасти твоего ребенка. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.